Руслан Алханов, министр внутренних дел Чечни, одна из самых влиятельных фигур в среде кадыровских террористов. Алханов резко выделяется из этой банды, но не своим положительными качествами. Например, слева от Алханова сидит начальник Курчаловского РВД Рустама Гуев, который стал известен за последние дни клятвой отрезать головы семьи Янгулбаевых и публичным призывом к проживающим в Европе чеченцам, дабы, они, если они не трусы, отрезали головы Янгулбаевым и привезли их в Чечню. Но еще ранее нашей аудитории он стал известен благодаря своему жизненному пути. Как мы раскрывали в статье «Служу убийцам своего брата» Рустама Гуев стал служить тем, кто убил его брата, стал носить ту же форму, что и его убийцы, и вообще не упоминает об этом преступлении, предпочитая забыть об этом. И это история не одного Рустама Гуева, а история многих кадыровских террористов. У многих из них были убиты федералами родственники, а они при этом служат их убийцам. Руслан Алханов же является же одним из немногих потомственных верноподданных России. Как говорил сам Кадыров, даже предки Алханова служили в НКВД, сам он также не скрывает, что фанатеет от руководителей «красного террора». Ранее Алханов открыто фанател от Сталина, но вынужден был отказаться от публичного демонстрирования данного факта после того, как Сладков спросил у него удивленно, почему у вас на столе бюст Сталина? Вы же чеченец. Тем самым Сладков намекал, конечно, на отданный Сталином приказ о выселении чеченского народа, и не только чеченского. Теперь же Алханов открыто вынужден фанатеть подругу Сталина, Феликсу Дзержинскому, автору знаменитой фразы «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка», а также одному из руководителей «красного террора» и создателю ВЧК, про образу нынешней ФСБ. Алханов был, между прочим, одним из близких соратников Ахмата Кадырова, а теперь является соратником его сына, то есть биографии и идеологические предпочтения Алханова прекрасно вписываются в путь Ахмата Кадырова. Почему? Потому что это не путь спасения чеченского народа, а путь предателей, которые готовы на любое преступление ради сохранения власти и денег. И эти же люди потом пытаются учить нашу молодежь тому, за что же на самом деле боролись шейх Мансур и Байсангур, которые являются их идеологическими противниками. Эти предатели чеченского народа будут ставить бюсты и портреты лишь подобных себе, Ахмата Кадырова, Путина, Сталина, Дзержинского.